Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Лоди Свет. Сегодня прогулочка по магазину Аби Санкт-Петербург Мега-Дыбенко в новогодние праздники. В новогодние Мега-Дыбенко народу никого так замечательно. Правда, еще утром, но просто никого. Наверное, все закупились еще до Нового года. А я решила сходить в Аби. Точно знаю, что мне необходимы некоторые растения и грунт. Попробую купить, если все не разобрали в Новый год. Вернее, перед Новым годом. Не так давно я была здесь для себя отметила, но кое-что купила, вам показывала. Но так как у меня скоро будет одна интересная вещь в светелке, мне для нее надо необходимы некоторые растения. Если мне это понравится, то такая вещь я потом вам попозже расскажу на канале Лоди Свет будет и в доме. Не люблю, когда я ограничена во времени, а Борисович сказал, у тебя есть полчаса. Как за полчаса можно сходить и купить то, что ты хочешь. Нужно же все выбрать, посмотреть. Ну, полчаса, так полчаса уложусь. Тем более, пока еду для садового рая пообид, диктую себе мантру. Света у тебя все есть, у тебя нет только некоторых висючек растений, у тебя нет грунта, больше тебе ничего не надо. Честно говоря, еще хочу посмотреть салаты, те, которые выращиваю сейчас на канале у Светланы Володи сад. Это определенные семена, которые у нас в городе не продаются. Вот сейчас это и посмотрю прям предметно. Ну, совсем недавно я была, показывала вам, что здесь и как. Показывала вам, а может, не показывала. В тот раз обратила внимание вот на эти, ну, сейчас очень модно такие вертикальные картины из МХАТ. Вы представляете, сколько они стоят? Они стоят 6 тысяч рублей. 6 тысяч. Купи, вернее, собери мех. Ой, мох. Я уже заговорилась. Это от того, что у меня полчаса всего потратить, а я глазами уже остановилась. Собери мох, покрась его. Ну, рамочку можно и купить и 6 тысяч рублей. И это тоже 6 тысяч кругло. Представляете, какая цена? Обалдеть. Вот его терочки бегонии цветут, очень красивые. Я их люблю, у меня их несколько и купленные как раз тут в Абби, потому что латиоры цветут именно сейчас, именно зимой. И они, конечно, раскрашивают мою светелку. А я зачем приехала? за смешным растением, который знают, что у многих растет в домах. Но вот я его найти у себя не могла. Я вам показывала вот тут разные висючки. В прошлый раз я купила вот такое растение. Еще какое-то купила. А сейчас мне нужно вот такое растение. Вот такое растение мне очень-очень нужно. вот самое интересное, что его и нет. Представляете? Вот так. Вот там один есть кустик, но я хотела маленькие. И мне оно очень необходимо. Полно было. Ну, вот что называется. Все разобрали. Батюшки мои. Батюшки мои. Что же творится? Это пелея. Стоит 299 рублей. Ну, это растение у меня есть. И у вас у многих есть. Это растение плант. 299 рублей. Кстати, тоже очень симпатичное. Свисающее. Не сказала, что это коллизия. В народе называется мелкая. Традисканца. На самом деле это коллизия. 669 рублей стоит хлорофитом этот. А тут были детки. Я хотела купить деток, которые вырастут. Ну, что? Придется за 669 рублей купить. Но уж, коль мне очень понадобилось. Внимание к деталям. Вот такие штучки я в прошлом году покупала. И, кстати, в них очень хорошо растет коллизия. Только которую вам показывала. Я даже подстригаю, вы, наверное, кто смотрится мой канал, видите мальчика-шапочка, а у девочки косы. Так что стоят они 679 рублей. Девочки есть разные, но прекрасно можно сделать такую композицию. Или вот, например, в других всяких разных. посмотрите, посмотрите здесь сколько. Кто слоников, кто зебры, и даже есть побольше. Кактусята, кто собирает кактусы, прямо целая-целая коллекция. От маленьких до больших и даже вот до цветущих. И это не подделка, это правда так. Смотрите, какие красавцы интересные. я более-менее равнодушна к кактусам. И слава богу, иначе это очень затягивает. Своих цветов я уже купила. Поеду за громком. Ну, а здесь вови Новый год. Новый год вовсю, но останавливаться не буду. Вроде как уже все. Встретили Новый год. И такие игрушки уже не нужны. Отдел семян и я одна. И вообще я в целом павильоне одна. Как здорово. никто не толкается. Замечательно. Сейчас хочу посмотреть, есть ли здесь семена, определенные семена салата. Если найду, то вам обязательно покажу. Я выращиваю салат от нетипичного фермера. Он очень хорошо у меня удался в этом году. Хочу купить еще семян. Ну, вот так на белый взгляд и не вижу именно этой торговой марки. То есть салат такой розетками растет. Ну, посмотрите, пожалуйста, канал, кому интересно, у Светланы Владисад и, может быть, найдете и увидите. Вот. Хотела купить именно эти салаты. Я эти семена покупала на выставке в Москве. Ну, пройдет еще еще. Конечно, очень много всяких разных семян. Портаматы вообще отдельная тема. Перцев тоже огромное количество. Манят, да? Манят. Эти картинки прямо завораживают. Ну, да, дальше, наверное, салатов и не будет. Пошли свекла, кабачки, ну, а дальше все цветы. Так что придется все-таки покупать на маркетплейсах. Я думала, что я здесь справлюсь, но цветов у меня своих много, а все остальные семена я уже купила. Мне, в принципе, ничего и не надо. Очень обидно, потому что на маркетплейсах ценник, конечно, у семян достаточно дорогой, хотя можно купить, но, в принципе, очень дорого. А здесь какая радость, цикламены цветут, красивенные цветы. Я в Москве купила два горшка цикламена в подарок сестре. Два разных цвета. Самое интересное, что, ну, вот, был какой-то такой, даже с белой полоской, малиновый. Сейчас оба стали малиновыми. красиво цветут. Имейте ввиду, что цикламены нельзя поливать в горшок. Нужно воду наливать в поддон, ставить цикламены, и они из поддона сами выпивают всю влагу. рассказали так на выставке, поэтому, ой, и вот они где, вот они где, то, что я искала, малыши, и стоят они 399 рублей. Я лучше куплю два малыша, чем один большой горшок. И тут еще есть. Немножко, мне кажется, как бы другой сорт, потому что такие крученые, тоже 399 рублей. А здесь смотрите, какая красота. Филадендрон стоит 949 рублей, но он необычный. Он вот такой вот, как зебра. И еще есть такие ползунки. А тут, например, три деленочки. Если нужно размножить, я так и сделаю. Посажу в три разных горшочка за 399 рублей. Смотрите, какие красивые фуксии здесь есть. О, фуксия микс. Не знаю, сколько стоит. Почему-то на горшках непонятно сколько. 429 рублей. Ну, уже такие достаточно большущие во какие. А здесь вот такой вот кудрявенький хлорофит. Он даже называется Бонни. Вот, смотрите, как он отличается друг от друга. Ну, наверное, придется купить оба, раз очень нужны. И уже на выгонку поставлены гиацинты. У меня, кстати, говорят, уже, но пока еще в погребе зимуют гиацинты мои. Боюсь их вытаскивать, думаю, еще рановато. Ну, вот, смотрю, здесь уже зацветут наверное скоро. Пиларгонии стоит всего 199 рублей. Есть даже очень интересные экземпляры. Вот такая вот, смотрите, лососевая вообще красотка. Грунты представлено вот огромное количество разных всяких в больших кипах, чуть поменьше. А я вот пельгерский возьму грунт, вот так он называется, верховой сфагновый торф чистый, 150 литров. Пельгерский это просто именование там, где он производится, 630 рублей. И еще есть вот такой торф питательный, субстрат 150 литров, торф предприятие Пельгерска 849. Ну, то есть здесь уже добавлены удобрения. И есть 300 литров кипа стоит 1349 рублей. Я вот возьму просто чисто торф для того, чтобы подмес мне не отдельно в нем выращивать, а добавлять в подмес для рыхлости грунта. Мне питание не нужно, у меня свой грунт питательный приготовлен, а вот для рыхлости очень нужно. Также есть вот, например, Сад чудес, верховой торф нейтрализованный. Вот тут еще есть верховой торф Селигер, тоже хвалят 120 литров. Кстати, можно и его попробовать. Селигер, обожаю Селигер. Мама у меня оттуда родом. Я в детстве все время была на Селигере. Торф верховой 120 литров, 549 рублей. В общем, очень много различных и поменьше есть, да, добрый грунт. Тоже, кстати говоря, он, по-моему, там же, где и Пельгарский, и вот это тоже. Это одна и та же фирма. Биогрунт универсальный. Я это сама узнала на выставке в Москве. Ну, а я попросить кого-то надо. Вот этот вот сейчас 150 литров и сгружу. Попросила помочь, но сказали, извините, стоят три женщины на магазин самообслуживания, а я здесь одна. Борисыча нет. Магазин самообслуживания придется самой грузить. Никогда такого чуда не было. Вот стояло на стойке четыре человека. Четыре женщины, немолодые, попросила помочь, но вдвоем-то легче, их как ветром сдуло. Представляете, даже стало обидно. Во-первых, они какие-то такие немножко заторможенные, не хотят отвечать. Ну, одним словом, вот. Ладно, я справилась. Где наша не пропадала. Все. Зачем приехала, затем и уехала называется. Да? Все. Больше мне ничего не надо. Семяна еще хотела прикупить, но нет так. Нет. А на обратном пути я захотела вот такую вот. Или вот такую желтую. Ну, нет у меня желтых. Что же делать? Нет, желтый всего 429 рублей. Но ведь сколько-то в светелке меня порадует. И видео, когда снимаешь очень красиво, правда? Куплю. Ну, еще для будущего проекта, наверное, куплю вот это растение муленбекия. Вот такая вот, такие монеточки. Видите, я еще ее, может, и почеренкую, размножу. Ну, симпатичное такое растение. Прочитала, как его выращивать. В общем, ему даже не надо сильно много света. Вот такая занавесочка может получиться из таких монеточек. Ну, и вот мои покупки всего ничего, да, этот торф и растения, которые мне будут нужны для нового проекта, ну, и растения для души. Так что, вот, еду я управилась за свои полчаса, которые мне выделили. Ну, и очень хорошо. Меньше денег истратила, называется. А удовольствие все равно получила. Вот, дорогие друзья, желаю вам тоже, чтобы вы получали удовольствие от своих покупок и все у вас было хорошо. Крепкого здоровья, мирного неба над головой. Посмотрите, вообще никого нет, народ, правда? Вот, когда нужно ездить по магазинам. Спасибо.